Новый ангиограф и 160-срезовый компьютерный томограф в Краевую больнице имени профессора Сергеева сегодня позволяют проводить более детальную диагностику, а также высокотехнологичные операции. С появлением этого оборудования здесь в два раза выросло количество сосудистых вмешательств. За 9 месяцев нынешнего года выполнено более 1000 коронарных ангиографий. То есть это исследование коронарных сердечных артерий. Мы охватываем не только экстренные ситуации, но и плановые. То есть это пациенты со стабильным течением ишемической болезни сердца. Но слова процесса стабильности при ишемической болезни сердца, наверное, нет. В любой момент, в любую минуту оно может стать нестабильным. Именно так и происходит, когда у человека случается инсульт. Здесь как раз на помощь и приходят рентгеноваскулярные методы лечения. Высокие технологии позволяют минимизировать травматичность вмешательств. Видите, что у нас внутренней сонной артерии гемодинамически значимый. В это место сужения установлен стенд самораскрывающийся. Финальный результат кровоток полностью внутренней сонной артерии восстановлен. У пациента произошел регресс в клинике. То есть клиника вся оккупировалась на следующий день. Такая же ситуация произошла с Юрием Безмутко. Он живет в Нанайском районе и ведет активный образ жизни. Чуть больше 10 дней назад у него случился инсульт. Не двигались правая рука и нога. Также пострадала речь. Санавиация доставила пациента в Хабаровск. Вовремя начатое лечение позволило избежать тяжелых последствий. Меня инсульт ударило, не мог подняться. Меня женщина поднимала. Операцию сделали через паховые области врезали стенды. Пациенту требовалось немедленное вмешательство по восстановлению кровотока. Восстановилась речь, лицо и он начал ощущать полный объем движений в руке. Не то чтобы это чудо, это закономерность такого лечения. Потому что, повторяю, в течение получаса был восстановлен кровоток. Именно скорость обращения за помощью играет решающую роль в том, какие будут последствия инсульта. Задача врачей – минимизировать инвалидизацию. То есть сделать так, чтобы пациент в дальнейшем мог сам себя обслуживать. Но в руки к специалистам больной должен попасть в течение 4 часов с момента сосудистой катастрофы. Тогда и лечение, и реабилитация дадут максимальный результат. Наша одна из задач – это вернуть их в строй максимально. Потому что они должны выписаться, они определенные трудовые функции, бытовые какие-то выполняют. И мы их не можем не долечить, что-то не доделать. Поэтому мы очень рано начинаем реабилитационные мероприятия, рано занятия в залах. Для реабилитации пациентов в Краевую больницу имени Сергеева приобрели стабилоплатформу с биологической обратной связью. За два с половиной года на ней проведено больше трех с половиной тысяч процедур. Однако их эффективность по большей части зависит от мотивированности пациента. Человек должен хотеть встать с кровати. Тогда и шансы на возвращение к нормальной жизни возрастают многократно. Виктория Зыкова, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.